Всем здравия! Сегодня с вами Роман Головин и мы сегодня поговорим о таком интересном заболевании, как цистит Итак, цистит характеризуется воспалением оболочки мочевого пузыря что проявляется учащенными позывами к мочеиспусканию и болезненными опущениями во время него В большинстве случаев заболевание вызывается бактериальной инфекцией Цистит это заболевание на 80% считается женским недумом в связи с анатомическими особенностями женского организма У женщин мочевой пузырь чаще нуждается в опорожнении, чем у мужчин а также более подвержен атаке различных микробов, бактерий и вирусов которые могут вызвать цистит у женщин и мочеиспускательный канал у женщин короткий и широкий и поэтому инфекции по нему попадают в мочевой пузырь гораздо легче, чем у мужчин Причиной инфекционных циститов чаще всего является кишечная палочка Несколько реже каламидии, уроплазма, грибы рода кандина Гонорея, микоплазма, иногда цистит сопровождает туберкулез женских половых органов Ноги скрыты инфекцией, туберкулез в долгое время протекают бессимптомно, незаметно Женщина только периодически испытывает некий дискомфорт Субфибрильная температура, ну то есть температура чуть выше средней, до 38,5 градусов Слабость не посещает врача Слабость не посещает врача и не обращается в диагностический центр по исследованию причины легких недомоганий Также возможны нарушения кровообращения в стенке мочевого пузыря и в малом тазе Например, при сидячей работе, при сидении за компьютером в течение 4-6 часов не вставая При частых и длительных запорах Ношение стягивающего и синтетического нижнего белья Ну это условно, многие не разделяют от точки зрения ниже Поговорим об этом еще, снижение иммунитета, воздействие на стенку мочевого пузыря, раздражающих веществ, выделяющихся с мочой Это может произойти, если вы употребляете очень острую пищу или пережаренную пищу с большим количеством пряностей Симптомы цистита также возникают в период менопаузы Поскольку при климаксе атрофические изменения в организме и недостаток эстрогенов отражаются и на урогенитальном тракте Заболевания связаны с нарушением обмена веществ, сахарный диабет К дополнительным провокационным факторам развития цистита можно отнести пилонефрит, камни в мочевом пузыре, застой мочи при диертикулах Очень часто возникает цистит у беременных женщин Это объясняется изменением микрофлоры и влагалища и урологического тракта под воздействием эндокринной и гемодинамической перестройки в организме в беременной женщине Около 20-25% женщин переносит цистит в той или иной форме, а 10% страдают хроническим циститом И цифры эти с каждым годом неуклонно растут Мужчины страдают этим заболеванием гораздо реже Цистит встречается только у 0,5% мужчин Врачи также выделяют интерстициальный цистит Он относится к тяжелым хроническим заболеваниям Когда причиной воспаления является не только микроба, а нарушение работы иммунной системы Наиболее тяжелым вариантом интерстициального цистита является язва мочевого пузыря Запущенный интерстициальный цистит может привести к уменьшению объема мочевого пузыря и необходимости хирургической операции Итак, что при этом происходит? Для острого цистита характерны частные мочеспускания с острой болью в области мочевого пузыря и промежности С выделением крови в конце мочеспускания Чем сильнее выражен воспалительный процесс, тем чаще позывы на мочеспускание и тем острее боль При тяжелых формах острого цистита человек вынужден мочиться каждые 15-20 минут днем и ночью В тяжелых случаях повышается температура тела, появляется тошнота, рвота Хронический цистит может протекать со схожими не менее выраженными симптомами Постоянно или может охарактеризоваться частыми обострениями по типу острого цистита Хронический цистит может перейти в интерстициальный при недостаточно активном лечении Симптомы лечения цистита напрямую зависят от ряда факторов Характер процесса, локализация, возбудитель инфекции И классифицируется по локализации воспалительного процесса в мочеотделительной системе Может быть поражение слизистого, мышечного или подслизистого слоя мочевого пузыря По характеру лечения болезни Острый или хронический, по морфологическим изменениям, какие бывают Катаральный, кистозный, язвенный, геморрагический, гранелематозный, опухлевидный И по возбудителю, может быть бактериальным Такие как кишечная палочка, стафилококки, стрептококки, уроплазма, микоплазма, гонорея, хламидия, микобактерии, туберкулезы и прочее И небактериальным, это аллергические, лекарственные, токсические, химические Итак, основные симптомы для всех типов цистита одинаковые В их число может входить жгучая боль во время также мочеспускания, часто возникающая упорная потребность мочеспускания, чувство неполного поражения мочевого пузыря Если цистит вызывается бактериальной инфекцией, то возможно боль в нижней области живота, иногда в нижней области спины даже Повышение температуры и озноб Инфекция из мочевого пузыря может распространяться выше и перейти на почки, что проявляется сильной болью в области спины В некоторых особо тяжелых случаях цистита может наблюдаться полная или частичная потеря контроля за функцией мочевого пузыря, вызванное раздражением мышц стенок орган При подозрении на наличие цистита с помощью лабораторных анализов, в том числе анализов мочи, необходимо выявить наличие инфекции До получения результатов анализов врач может назначить антибиотики Практически любой приступ бактериального цистита устраняется после одного курса антибиотиков с возможностью последующих рецидивов Если никаких признаков скрытого заболевания не выявлено, то рецидивы цистита продолжают возникать, особенно после полового акта возможно проведение длительного курса антибиотиков в малых дозах Женщины могут принимать антибиотики один раз в больших дозах после полового акта или при первых признаках цистита Это я сейчас рассказываю о традиционной схеме лечения, с которым я, естественно, всегда не согласен Если анализ мочи не выявил наличие бактериальной инфекции, то приступы боли и учащенные мочи и спускания продолжают повторяться Следует предположить развитие у пациента интерстициального цистита Однако, поскольку некоторые бактерии бывают трудно выявить возможное значение антибиотиков Даже если возбудительной инфекции найден не был Ну, то есть это часто такое в традиционной медицине случается При подозрении на цистит возможно проведение цистоскопии для получения изображения внутренней части мочевого пузыря Во время исследования может быть взят маленький образец с каниорганом В случае выявления интерстициального цистита может быть рекомендовано исследование, в ходе которого мочевой пузырь растягивается посредством заполнения его водой С помощью этой процедуры, проводимой под общим наркозом, часто удается снять симптомы заболевания Чтобы избежать рецидива цистита, необходимо проводить следующие мероприятия Часто и полностью поражнять мочевой пузырь Следить за соблюдением личной гигиены Подмывать генитальную область перед сексуальным контактом Вскоре после полового контакта сходить в туалет Использовать не деодарированные туалетные принадлежности и избегать вагинальных дезодорантов Не использовать диафрагму или спермицидный крем для контрацепции Итак, лечение цистит у женщин Для лечения острого и хронического цистита у женщин Следует обращаться за консультацией одновременно к гинекологу и курологу Если подтверждается инфекционная природа возникновения цистита у женщины Лечение в обязательном порядке направлено уничтожение патогенных микроорганизмов Противомикробными средствами, антибиотиками, которым чувствительные возбудители В последнее время широко используют для лечения цистит у женщин Норхинолоны, такие как цифрофлоксацин Эти препараты для лечения цистита у женщин обладают побочными действиями и имеют ряд противопоказаний Поэтому их применение возможно только по назначению врача Если по анализам обнаруживается специфическая микрофлора, то лечение включает возможные противовирусные средства Противогрибковые или противомикробные При сильных болях назначают спазмолитики типа ножпа, попавирин или нестероидные противовоспалительные препараты Диклофенак не имеет сил Если нет аллергических реакций на лекарственные травы, то можно использовать различные варианты Фиточая, лист брусники, полевой хвощ, лакнян Лучше всего использовать травы не пакетированной фасовки, а в виде сбора порошка Заварить или настаивать их, как на любой обычный отвар из лекарственных трав Монурал Это антибиотик широкого спектра действия Уроантисептик, который является эффективным средством при цистите Иногда достаточно единовременного приема этого препарата А иногда он вообще не помогает Я просто акцентировал внимание на этом препарате Потому что многие его хвалят, что он помогает Да, помогает, помогает Но сейчас мы поговорим, насколько все эти средства традиционной медициной помогают Существует также масса готовых таблетированных лекарственных средств растительного происхождения Которые используются как вспомогательные при затихании острого воспалительного процесса Их следует употреблять длительное время для более стойкого эффекта Цистон, канифрон, фитолизин Также многим помогает клюка, клюками морс, при цистите Или таблетированная форма препарата Содержащего экстракт клюквы При лечении цистита Женщинам следует увеличить Суточное количество выпиваемой жидкости Для скорейшего выведения токсинов из организма Можно даже до 3-4 литров доходить Также стоит придерживаться растительной диеты Профилактика цистита Это полезные советы для женщин Соблюдение личной гигиены Залог отсутствия рецидива бактериального цистита Используйте для интимной гигиены средства с нейтральным кислотно-щелочным балансом Контролируйте наполненность и своевременное порождение мочевого пузыря Не допускайте длительные застои мочи Переохлаждение, особенно мокрые ноги в холодную погоду провоцируют обострение Выпивайте ежедневно не менее 3-4 литров воды Свежевыжатые соки Не носите трусики, стринги, если у вас хронический цистит При ношении такого белья кишечная палочка попадает в уретру очень легко Но это все условно Я сейчас скажу ниже А также не стоит носить слишком обтягивающую одежду, джинсы И они нарушают нормальное прообращение в тазовую гусь Да, это возможно реально Когда давят одежду, сильно стягивают Запоры также провоцируют рецидивы цистита Старайтесь включать в свой ежедневный рацион абрикосы Если вы живете в северных странах, нет возможности курага Только ее правильно выбирать надо, изучить Сливы, либо чернослив Свежую капусту и прочие фрукты и овощи Итак, сыроедение и цистит Поговорим сейчас, как влияет сыроедение Существует очень много различных случаев Выздоровления со стойким эффектом при сыроедении Кушайте меньше соленого, острого, химической еды Хлебобулочных изделий, молочных изделий, мясных изделий, консервов Также нетрадиционная терапия предполагает применение рецептов Которые обладают антимикробным, мочегонным и противовоспалительным действием Кроме того, фитосредства от цистита улучшают кровообращение в малом тазе Повышают местный иммунитет Поэтому для лечения хронического цистита народные средства зачастую неофициально рекомендуются Даже врачами-консерваторами Когда я каждый раз повторяю, умные врачи, у которых очень большой стаж работы Они все равно прибегают к народным средствам, к природным средствам, к естественному питанию Поэтому эти врачи, они всегда правы Многие это не афишируют Многие это говорят прямым текстом Таблетки это только в крайних случаях Итак, примеры сборов Сбор номер один Берут 15 грамм травы, хвоща полевого Столько же корневищ, лобчатки 20 грамм подорожника И 3 ложки смеси Смотрите, опять же повторяюсь, каждый раз, когда я говорю про травяные сборы Различные настойки Я всегда говорю, если вы, допустим, сидите на всеедении И вы не видели никаких Вы не видели никаких Или, скажем так Не использовали в своем рационе большое количество растительной пищи Вы никогда не интересовались сыроедением Викторианством У вас даже нет потребностей к этому То, конечно, вы можете заваривать Как по традиционной схеме Кипятком, допустим Но я, конечно, всегда рекомендую Трезвые мыслить И если вы завариваете Там практически ничего не остается Лучше, конечно, просто Наставить в воде Лучше пусть она остается 2 дня 1 день В литре воды это можно настаивать В теплой воде До 43 градусов И эффекта будет гораздо больше По вечерам и дням Пить по стакану подогретого этого средства Курс проделать до облегчения состояния Сбор номер 2 Требуется по 10 грамм Листа толокнянки Листа березы Корневищ пырея Корни солодки Кукурузных рылец И 5 ложек такой смеси Настаивают в холодной воде 1 литр 6 часов Здесь также написано Что его надо потом кипятить 10 минут Но я бы кипячение отбросил Просто бы больше настаивал И процеживают И пьют За день Выпиваю 200 мл средства Курс не менее 2 недель Боли и жжения При мочеиспускании Быстро прекращаются И как после использования предыдущего сбора Когда вы завариваете различные травы Ягоды Я также повторюсь Можете взять такой чайничек стеклянный С поршнем Который можно туда-сюда вводить Просто кладете туда вот эти сборы И периодически Просто несколько там десятков раз в день Можете туда-сюда ее гонять Оставлять на сутки На полтора суток Смотря какие сборы Он прекрасно будет Этот сбор отдавать полезные вещества в воду Без всяких кипячений Просто попробуйте Поэкспериментируйте Как у вас это будет получаться Я такие эксперименты проводил Меня в принципе все устраивает Да вкус может быть чуть другой будет Чем нежели вы привыкли ранее Но зато более полезный И больше полезных веществ Выйдет в воду Нежное при кипячении И далее Брусника Для этого средства необходим Лист брусники На литр воды Нужно примерно 4 ложки Листа с горкой Также при традиционном лечении Его кипятят 10 минут Потом в термос на 4 часа Разделяют на 2 дня Выпивают Процедив за 3 приема Я бы также эту бруснику Также в таком чайничке Раздавил бы может быть Немножко Может быть даже натер На какой-то терочке Либо раздавил И также в воде Это все Вышло на И не нужно никакого кипячения Это средство отлично снимает воспаление От процестителя А также является мочегонным Есть такое дерево осина Берут 100 грамм почек Коры дерева Также на литр можно В воде Настоять сутки Потом Кто придержится традиционной схемы Естественно Потом кипятить его надо 7 минут Или наставить в термосе Я бы этого не делал Как обычно повторяю Норма приема 2 ложки Трижды в день Осина лучше всего помогает При хроническом цистите Есть еще такой интересный метод Берется красный кирпич Обычный Этот способ подходит для прогревания тела При хроническом цистите Без резкого обострения Один кирпич Колют на две части Греют половинками на огне Затем кладут в ведро Края ведра Хорошенько обкладывают Толстой тряпкой Затем без одежды Садятся на это ведро Оно должно быть устойчивым Накрываются толстым пледом Сидят пока тепло Не прекратится Затем одеваются И отходят ко сну После трех таких сеансов Хронический цистит Может пройти Особенно эффективный Этот рецепт Работает при цистите У женщин Есть еще также Хвощ полевой Трава хвоща Нашла широкое применение В народной медицине Что особенно касается Лечения заболеваний Мочеполовой сферы Самый простой рецепт Цистита Это взять две ложки травы Залить литром воды После 10 минут Кипячения Процедить Или в сырой воде Настоять Сутки отвар Или настойку Пить по 200 миллилитров Трижды в день А траву Достать И приложить Обязав марли На низ живота Таким образом Лечиться до 1 месяца Если развивается Болезнь Смечеспускания То нужно пить Такой Отвар Чай По одной ложке Травы и хвоща Также Добавить цветков Ромашки И также На литр воды Настоять После наставления Пить по 3 стакана Это травы Сбора В день Если присутствуют Частые позывы Мочеспускания Нужно Распарить Траву Хвоща И цветки Василика Завернуть в тряпку Приложить на живот До остывания Подушечки Есть еще Клюква Очень полезная Ягоды Клюквы Обладают Очень сильным Противовоспалительным Действием Они рекомендуются Для терапии Цистита Острого Хронического Лучше всего Пить натуральный сок Я понимаю Что он дорогой По 100 мл Через 30 минут Пока приступ Не будет купирован Потом можно Наставить ягоды И делать морсы Протирать их Либо пить сок В профилактической дозе 100 мл в сутки Полезным Будет регулярное Потребление Ягод Клюквы В пищу Также Есть такой Интересный Цветок Санцевиерия 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 Отрезаем листик Измельчаем И наставим И пьем 3-4 раза в день Также Его рекомендуется Кипятком Но я конечно Всегда говорю Лучше наставить И так Там очень много Полезных веществ Это такой Необычный способ Итак Подведем итог Всего сказанного Все что Предлагает Традиционная медицина Это помогает Только временно Все эти антибиотики Вторхиналоны Другие препараты Гормональные препараты И другие Они разрушают Естественно Организм Если вы находитесь На Всеедении Так называемом Мясоедении Живете обычным образом Жизни В городе Сидите много Не соблюдаете Подвижный Здоровый образ жизни То это заболевание Будет вас сопутствовать Всю жизнь Как мою бабушку На моем личном примере Семейном примере Я могу вам точно сказать Бабушка питается Традиционно Хотя я пытаюсь Ей фрукты Овощи Больше давать И соки делать Но все равно Она предпочитает Обычную пищу Как бы вареную И цистит Ее сопровождает Всю ее сознательную жизнь Как только Она чуть постужается Либо нервничает Насыпает И так далее Мы живем на природе В последнее время Он ее не беспокоит А так Это всю жизнь Сопровождалось Поэтому все Вот эти курсы Медикаментозные Они устраняют Только временно Эти микробы Они будут у вас Присутствовать В организме Всю жизнь Опять они Развиваться будут При малейшем Отклонении От нормы Поэтому я рекомендую Переходить на Вегетарианское питание Ближе к сыроедческому Питанию Заниматься Здоровым образом Жизни Заниматься Растяжками Различными Вот эти вот Рекомендации Стандартные Врачебные Они будут Мало помогать Тесное белье Это все ерунда Полное Если же у вас Будут присутствовать В жизни Растяжки Допустим Да Какие-то упражнения Для малого таза Вы будете Больше ходить Не сидеть У компьютера По полдня Больше растительной Пищи Клетчатки Соков Будет в вашем рационе То поверьте мне Существует очень множество Способов Излечения Сыроедения От этого недуга И вы забудете Навсегда Причем стойкое Излечение Не просто Какое-то сезонное Поднимется Ваш иммунитет Поменяется Микрофлора Вот эти вот Микробы Которые живут У обычных людей Они доставляют Большие хлопоты При малейшем Охлаждении Тела Сразу меняется Состав этих микробов Человек заболевает Если же Вы будете Питаться У вас совершенно Будут другие Микроорганизмы И на коже И во рту И в пищеводе И в кишечнике И в глазах И везде И в лимфатической системе И в крови Этот состав Будет меняться И иммунная система Будет гораздо легче Справляться С этими микроорганизмами Которые вдруг При охлаждении Будут начинать доминировать И сразу Будет баланс Потому что Другие микробы Будут держать Как в клетке Заключенных Поэтому Это самый основной Ключевой момент Как раз Питание Начинайте с соков Зеленые коктейли Включайте Я через несколько лекций Подробно расскажу Про переход на сырый день Вы меня просили Заканчиваю эту лекцию Спасибо вам за внимание Не болейте Увидимся в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok